Друзья, всем привет! Я всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас на обзоре 20 копеечек 61 года. Монетка, на первый взгляд, простая, но не тут-то было. Сразу хочу вам сказать, такую монетку, о которой мы сейчас будем с вами разговаривать, я находил давненько. 5, 6 или 7 лет назад, но находил. Продал я ее, честно говоря, за копейки, по незнанию. Но, если мы будем сегодня с вами изучать монеты и будем находить с вами редкие экземпляры. Сегодня цена такой монеты 3000 рублей. Причем, любой нумизмат выложит за такую монету с большим удовольствием свои денежки. На что мы обращаем с вами внимание? Видите, между вот этими лентами расстояние. Вот они. Вот идут ленты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Зазоры между этими лентами у редкого экземпляра должны быть широкие. В данном экземпляре они узкие. Самая отличительная черта редкого экземпляра в данной монете, это, конечно же, лохматка в народе называемая монета без уступа. На данной монете мы видим уступ в виде лесенки. А я вам покажу редкий экземпляр, как обычно я показываю. Вот здесь, с левой стороны, это лохматка без уступа. Она такая лохматая. Вот если мы... Вот здесь очень хорошо видно. Смотрите, ребята. Вот такая она должна быть. Вот справа, видите, тут лесенка, а слева лохматая такая. Они вверх вот так идут. Ости. А здесь у нас лесенка. Вот такого быть не должно. Вот это рядовая монета. А мы с вами должны найти редкую. Вот опять, смотрите, казалось бы, монета как монета, самая рядовая, многомиллионный тираж. Но она сегодня существует и нашли ее огромнейшее количество монет. Насколько интернет передает, примерно 90-120 штук найдено. Это за последнее время. Значит, монета существует. Ее нужно искать. Искать, искать, еще раз искать. Покупать недорого. За килограммы монетки давать небольшие деньги. И вот так вот садиться и разбираться. Потому что многие нумизматы, начинающие и не только вот такого уровня уже, как я, скажу вам честно, порой не хочется ломать глаза и сидеть разбираться с монетами. Авось и так продам. Но когда ты понимаешь, что ты пропустил редкий экземпляр, становится нехорошо. Даже не в деньгах дело. Дело в том, что нужно было немножко усидчивости, немножко времени, желания. И в руках у тебя раритет, который можно положить в коллекцию. Ну и, конечно же, бонусом финансы. Ребята, у нас есть обучение нумизматики, антиквариату, походы на барахолки, средства для чистки монет и нумизматическая линейка для определения редких штампов украинских монет. Пошла массовка.